Здравствуйте! Это телекомпания Город и программа 7 минут. Заспанный Ной выглянул из ковчега и хмуро посмотрел по сторонам. Кто тут еще? Сказано, что местов нет. Это мы, голуби. Ишь ты, сколько тут вашего брата шляется. Говорю, все занято. Старый голубь почесал ногой шею и виновато кашлянул. А то пустил бы старик. У нас кое-что с собой есть. Почитай, что пол пальмы с корнем вывернули. Это фрагмент произведения Аркадия Бухова «Жуки на булавках», в котором речь идет об одной из версий появления взяток. История у них и правда давняя. А что же делать сегодня, когда со всех сторон вынуждают дать? Об этом и поговорим. 103 дела возможны по коррупционным преступлениям. Это значительно больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. 49, да? То есть, ну, в два раза больше. И существенный рост числа уголовных дел, направленных в суд с обвинительным заключением. В этом году 45 дел, в то время как в прошлом году было 18. Какая-то тенденция прослеживается? Почему? Ну, во-первых, более активно работают сейчас и оперативные службы, и следственные органы на выявление этих преступлений. Есть и какие-то подвижки и в взаимодействии межведомственном, и смена кадрового состава, например, в органах внутренних дел, чтобы положительно сыграло. Есть какие-то еще нюансы, где-то сильные оперативные позиции, где-то мы стали чуть лучше работать, но об этом нельзя так более подробно говорить. Ну, и, в принципе, это объективно наблюдается во всей стране. Да, растет количество и возбужденных уголовных дел, и направленных в суд. Потому что курс на более активную борьбу с коррупцией, заявленный несколько лет назад, он притворяется в жизнь, мне кажется, все более и более настойчиво. Вы, наверное, сами это видите. А сами цифры растут, суммы, которые предлагают. И, кстати, кто чаще обращается? Те, кто вынужден был дать, или тот, кто взял, но боится, что за это что-то последует? Коррупция – это очень сложное явление. И оно высоко латентно. То есть, если перевести на обывательский язык, преступления эти очень скрытные. Они маскируются участниками коррупционных правоотношений, назовем это так. Потому что человек, который, ну, скажем так, условно, подкупает чиновника для того, чтобы тот сделал что-то в его интересах, он кровно заинтересован получить вот этот результат. Понимаете, да? Аналогично чиновник заинтересован в том, чтобы сохранить свое место. Когда два человека пытаются сохранить тайну, сложнее их вывести на чистую воду. Поэтому мы все прекрасно понимаем, что далеко не каждое преступление выявляется. Иногда человека ловят на десятом, иногда на сотом преступлении. И есть какие-то… Тогда ведь бдительность теряется, в том числе, на мой взгляд. Из-за этого. Из-за того, что раз был маленький прокол, второй маленький прокол, все больше и больше становится информацией, все больше и больше оснований для проведения в отношении его, например, оперативных мероприятий. И эти цифры, они носят относительно условный характер. Почему? Потому что, вот если по статистике, например, выявляются часто преступления коррупционного характера в правоохранительных органах, в образовании, либо в здравоохранении, это отнюдь не означает, что это самые коррумпированные сферы. Это те сферы, где проще всего выявить, где есть наработанная методика, где люди, как правило, возмущены и идут в правоохранительные органы с заявлением, говоря о том, что я стал жертвой. Может быть, просто всем перестать давать? В те же школы, в те же больницы лечите, пожалуйста, бесплатно, учите бесплатно? Это тоже очень хорошее. Или нам это во вред? Что бы вы посоветовали? Очень хороший вопрос. Если люди действительно не будут давать, если люди откажутся играть в эту игру, то, соответственно, и преступлений этих не будет. Очень глупо представить себе, что вот в этой стране живут какое-то непонятное племя чиновников или кого-то еще, которые прилетели и с Марса, и с Луны, и вот у них четкая цель сделать как можно хуже нашему государству, нашему обществу. Нет. Коррупционеры это такие же люди. Их мотивы вполне понятны. Среди них отъявленных негодяев достаточно мало. Более того, и это объективно покажут и уголовные дела, и криминология, и социология, все чаще люди приступают к закону, я говорю про чиновника, даже не потому, что он сам хочет, а потому, что он не устоял перед соблазном. Почему не взять, если принесли? Я вам даже больше скажу. Есть даже такое понятие в криминологии, что у каждого есть свой порог. Вот есть человек, которому предложат один раз взятку, он откажется. Второй раз откажется. Третий. Вот тут на десятом ломается. Это очень хорошо видно на примерах исследований среди сотрудников ГИБДД. Не каждый, поверьте мне, приходит с четкой установкой, я буду брать взятки и заработаю себе на что-нибудь. Далеко не каждый. Все ведь общество давит. Почему они берут, а ты что, кто такой? Потому что это да, раз. Во-вторых, людям действительно развращают, они в том числе и сотрудников ДПС, потому что сознательных не так много, проще не связываться с этим административным правонарушением, с этой процедурой. Кто-то никогда не будет брать. Есть такие люди. Но чем больше, как скажем так, настойчивых предложений, тем быстрее человек поддастся этому искушению. Это тоже очень важный момент. Аналогично в среде здравоохранения. Далеко не каждый будет вымогать. Но вот обратите внимание, как ненормально исказилось даже в нашем обществе понимание. Мы уже сами, многие из нас считают, что если врач хорошо сделал свою работу, как профессионал просто, вот у него руки золотые, а они с другого места, прекрасно сделал нам операцию и без осложнений, нужно обязательно его отблагодарить. Отчасти это рудимент советского прошлого, когда людям недоплачивали, ну, мягко говоря, когда они жили, принимали ответственные решения. Можете себе представить, что такое работа хирурга? Какая-то ответственность, и далеко не каждый сможет это выдержать. При этом зарплата была явно неадекватная. И вот это ощущение, что нужно обязательно человеку помочь, иначе просто ноги прочанутся. А вот сегодня, как по вашему социуму, готов к тому, чтобы не брать лишних денег, чтобы жить реально на зарплату, на премию, на какую-то дополнительную работу, чтобы все-таки не тянуть с людей, у которых не всегда есть что дать на самом деле? Вот этот вопрос, еще раз говорю, тут, во-первых, не только есть люди, которые тянут, бессовестные товарищи, таких, кстати, не так много на самом деле, а есть те, которые принимают с удовольствием, потому что это принятые условия игры. Вот как-то даже по-другому, как будто украл, не благодарил, да? Такое наблюдается и в здравоохранении, и в образовании, и не только. У нас безграмотное население, мы с вами, давайте, коснемся и этого вопроса. Это какой-то стереотип, да. Когда мы не знаем, за что нам нужно платить, а за что реально постоять в очереди. Ну, пусть те же полдня, но законно, и будешь действительно радоваться вот этой приобретенной бумажке. И это тоже есть. Как показывает практика, в большинстве случаев люди убеждены, что они дают взятку, хотя в действительности это не так. Не дай бог, что-то случилось, у вас родственник там ДТП совершил, и другая сторона, например, там получил телесное повреждение. И вот какой-то нечистоплотный, это может быть адвокат, это может быть следователь, это может быть вообще какой-то левый человек совершенно, консультация, который просто знает, работает, например, в этом отделе, знает, просчитывает, узнает, что здесь не будет состава преступления, потому что тяжесть здоровья будет, вред здоровью будет средней тяжести. И начинает человек, который совершил ДТП, якобы помогать. Якобы помогать. Вот это правильно. А по-русски разводят. Вот если ты дашь эти деньги, я их отдам тому-то, 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 себе ничего не оставлю, я сильно рискую, мой друг, для тебя. В действительности знает, что там будет прекращение уголовного дела, либо отказ от возбуждения уголовного дела, потому что объективно нет состава преступления. Человек передает... А как, с кем вообще посоветовать? Чтобы посоветовать в этом смысле? Для начала иметь. И ситуаций таких много. Аналогично бывает. И к вам может прийти какой-то контролирующий орган нагнать жути. Это хорошо, что я, например, знаю всех. А как в обычном уже вязании? Для начала неплохо, во-первых, включить голову в некоторых случаях. Во-вторых, обратиться к профессионалам независимым. Потому что действительно, почему меня поражает, иногда даже люди состоятельные, уже и состоявшиеся, состоявшиеся, которые уже не один год в свободном плавании, может быть, уже там обладают селинным капиталом, попадаются в такие вот ловушки. Обратиться к независимому персоналу. Потому что иногда просто вы можете потратить на консультацию 10 минут и непонятно какую-то совсем символическую сумму, и вы не будете совершать преступление, ведь человек убежден, что он дал взятку и об этом теперь молчит. Представляете, какое идеальное преступление? Вас обманули, вы убеждены, что вы совершили преступление, поэтому никогда не будете говорить. А в обществе все больше и больше тиражируется этот миф. Главное помнить, пока даешь, будут брать. Так что думайте, господа. Это была программа 7 минут. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok